АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я думаю, надо искать ВНИКИ. Что будем делать? Что важно? Я не знаю. Проблема с финансами была. Что искать? Будем искать чеки. Хм. И у нас технический эксперт. Давай посмотрим, насколько вообще адекватные эти значения. 46% затрат ушло на разработку. 19% на новый функционал и 27% на областку. Это нормально? Это нормально. Нормально? Нормально. 19% на разработку пересечки, и 26% на поисковых базов и все остальное. А 37% на тестирование. 24% на автоматизацию. Что-то немного. Что-то как-то здесь не то, да? Вам не кажется, что многовато как-то? Вот редко кто-то считает ажистраты, а вот мы увидели, посмотрели. Мне кажется, у нас есть первые подозревания. Будем исправить допрос. Кого мы привлечем? Мне кажется, надо приглашать разных людей с разными вообще взглядом на проблему. Ну да, все, кто был причастен. Менеджеры-исполнители. Давай начнем. Я поговорю, пожалуй, с автоматизатором. По его словам, он не имеет ни малейшего отношения к убийству проекта. И он тут ни при чем. Он сказал мне, что работал на проекте непрерывно. По 12 часов в сутки пока написал 600 тестов. 600 тестов, кстати, Игорь, это много? Много. Много. Очень много. Много тестов написал. Смотрите-ка. Говорит, что сами написали отличный фреймборд. Говорит, что из-за изменений в продукции часто приходилось менять тесты. Если бы не это, они бы написали, видимо, не 600, а 1200. И вообще он говорит, что в принципе сейчас его все готово, осталось только баню исправить. Но кажется, ничего не запускается. А я поговорил за тащичным мерзким типом. Тест менеджелес. У него все хорошо. У них были автотесты на проекте. Все автотесты подтверждены метриками. Посчитаны КПР. Все четко, все гладко. Для оптимизации они отбирали только самые важные тесты для пользователей. И, конечно же, 100% по прийти на проекте. Откуда столько? Вообще хорошо бы еще поговорить с менеджером проекта. Что он думает про автоматизацию? Менеджер как всегда не в курсе. Он очень удивился, узнав, что из команды 6 тестировщиков, один был тест менеджером и 5 были автоматизаторами. Он не знал, что есть автоматизация тестов. Мы всегда несем знания людям. Мы ему это рассказали. Слушай, но мне хотелось бы задать более точные вопросы. К примеру, а зачем вообще начинали автоматизировать тесты? Надо вот уточнять детали. Я спросила у автоматизатора, и вообще он мне как-то вот так вот, ну не манки-тестингом же нам заниматься, сказал он мне. Всегда нужна автоматизация, она всегда окупается, куда без нее у нас, в конце концов, инновационный проект. Вот что он мне ответил. А тест менеджер, что-то мне наплел про качество продукта, повышение покрытия. К чему это все? Ну, я спросила у автоматизатора, а что вообще дала автоматизация тестов? Какой результат был, какой профит? Автоматизатор сказал, что моя хата с краю, видите ли, и мне, о чем менеджер сказал, то я и делал. Вообще кошмар. Безответственный подход. Тест менеджер, нет, полтора часа. Рисовал какие-то графики, показывал цифры, таблички. Доказывал. Что-то какие-то роли мне считал, я ничего не понял. Я поговорила с автоматизатором, как отбирались тесты. Тоже было это очень интересно спросить, на основании чего вообще. Тут он на меня наехал. Я ничего не поняла. У него случился припадок. До теста отбирались через одно место, сложные в реализации. Что-то гнал мне про какие-то JavaScript попапы, которые не успевали инициализироваться, какие-то explicit, implicit вейты. Я ничего не поняла. В общем, у нас что-то тесты отбирались плохо, и что все время менялись и тесты, которые нужны, и вообще сам продукт менялся. В общем, я ничего не поняла. Тест мой, как сейчас в той сети, говорит, мы открываем только важное средство для пользователей. Самые приоритеты для них. И, конечно, сделали 100% покрытие. Такое бывает, потому что. Что-то здесь не то. Все вручки. Но эти особенно. Надо выяснять подробнее. Я постаралась проанализировать максимально ту часть, с которой мне пришлось столкнуться. И не понравилось мне, как технари появились на этом проекте. Ой, не понравилось. А я анализировал менеджерские ошибки. И, как всегда, у менеджеров нет цели. Нет цели, нет понимания, что происходит, нет понимания, как развивать автоматизацию, нет стратегии. И вообще они не понимают, зачем автотесты у них на проекте. Модные фишки, что ли? А технари, они вообще, у них главная реакция. Зачем это? Антиманки. Мы тут занимаемся высокотехнологичными задачами. Мы суперспециалисты. Они начали автоматизацию, вообще не озаботившись ручным тестированием сначала. В результате ничего не работает. Естественно, в автотестах приходится писать какие-то костыли. Они из-за того, что вручную сами ничего не тестили, но они же антиманки, они же у нас автоматизаторы, они сами продукт не понимают, проверки у них все неправильные были, они создали какие-то сложные системы, но базовых вещей не проверяли. Почему? Потому что не понимали продукт. Они пропускали из-за этого ошибки, они из-за этого слишком долго разрабатывали, потому что каждый раз им говорят, разрабатывайте тесты, а они начинают вникать в продукт, как будто бы самое проходящее время, что ли, для этого. А менеджеры, у них всегда непонятные задачи. Калификации нету, технические детали не понимают, задачи сформулировать технологию не могут. Хотим автотесты, хотим полное покрытие и все. Вы говорят профи, сами решайте, что делать дальше. Знаешь, вот тут такая еще есть проблема. Автоматизаторы дают менеджеру, давали вот на этом проекте пустые обещания. Да мы это сделаем за пару дней. Естественно, менеджеры, так это выгодно, надо делать автоматизацию, давайте. А риски? Ну, конечно, нет, о рисках мы даже не подумали, конечно. В итоге что? В итоге все затягивается. Планы менеджерские, сами понимаете, накрываются метантазом. И самое главное, на каждый момент, на каждый вопрос у технария один ответ. Ну, когда-то эти тесты все равно окупятся. У нас же проект длинный, длительный. И когда-нибудь это все получится. Давай. Амммэнджеры, амммэнджеры, как всегда нет у них никаких процессов. Организовать ничего не могут. Все делается в последний момент. Перекладывать свою ответственность на технарей. Вы принимаете решение, вы же специалисты, делаете что-нибудь. Не подготовили окружение, не создали условия, не выбрали инструменты, не помогли технарям это сделать. Кроме того, отдали продукт на автоматизацию. Тот, который еще не пригоден, нестабилен. Вручного тестирования не провели, дают автоматизацию. Автоматизируйте. Что же мы на автоматизируем? А технарии? Они не сделали основные вещи, зато начали докручивать всякие фишечки от крюшечки красоту. Проверили на всех окружениях. Тесты мы будем писать, но не на одно же окружение, и с одного начинать правильно. Давайте сразу на 15, на всех возможных, конечно, поддержка всех возможных браузеров. Будут ли пользователи вообще на этих браузерах, все это неизвестно. Все сделали. Запуски, каждый коммит, потом еще они хвастаются. Мы сделали 863 запуска автотестов за наши 14 месяцев. А кому нужны все эти 763 запуска? Кто успевает это анализировать? Никто не успевает. Зачем это нужно? Вы бы видели их отчеты. Ой-ё. Страничка на Аяксе. Там все динамическое, все автоматически раскрывается. Ввели ли ее месяц? Зачем, когда основные вещи пока что не работают? Вы же сами просили стопроцентное покрытие для регулярных запусков. Нет? Ну не настолько же. Как не настолько же? Полное покрытие ручных тестов. Кто говорит? У нас есть ручные тесты, давайте все их за автоматизируем. Конечно, мы их за автоматизируем. Они не подходят для автоматизации. Много окружений. Куча браузеров. Значит, все так дорого? А проанализируем детальнее то, что сделали технари на этом проекте. Скажу вам по секрету, они просто изобретали велосипед все эти месяцы работы. Есть готовые фреймворки, есть среды для автозапуска тестов. Те же самые отчетности, логирование. Все это уже есть. Что они делали? Они сидели, пилили свое. Я у них спрашиваю, почему во время анализа. Вы знаете, что они говорят, так лучше, так эффективнее. Я не знаю, кто их научил это говорить и готовили к допросу. Им просто это было интересно. Вот они сидели и возили со всеми этими интересными штучками, вместо того, чтобы делать те вещи, которые действительно важны. Ребята, есть готовые решения. Зачем они не взяли и запрели велосипед? А мой, Неджой, как себя все меняется, они не могут об этом сказать. Не могут обрестись команду. Требования меняются, никто не в курсе. Не договорились, не обсудили, не донесли. Интерфейс меняется. Хорошо. Можно договориться, чтобы он был стабильный. Интерфейс, а логика менялась. Пропишем мои действники в каждом контроле. Можно автоматизировать. Как они сделали? У вас тоже у них технарей, знаете, сколько было инженерных ошибок? Анализ инструментов вообще не проводили. Какой инструмент... Но это еще не повод пилить на единственном инструменте, который знали. Но так же тоже нельзя. Код-ревью не проводили. Кодинг-гайдлайн не соблюдали, не обсуждали. Разработка на языке продукта. Они этот язык не знают и говорят, мы будем разрабатывать на языке продукта, так принято. Где это принято? Вы сами сказали. Какой у нас язык, на том разрабатываем. Нет? Я не знала, что тест-менеджер такое сказал. Это он сказал. Не факт. Смотрите-ка, они путаются в даче показаний. Необычно. Логирование. Логирование вообще никакого нормального нет. Что самое главное в автотестах? Чтобы не приходилось потом ручками все это гонять. А у них что было? Автотест фейл. Тест огромный. Такая портянка. Что там фейл? И потом сидеть, по полдня исследовать, чтобы под вечер завести маленькую бабу. Ну кто так делает? И в конце концов. Менеджеры молчат. Так, все равно менеджеры молчат. Не рассказали вначале этого продукта. Не ввели в команду в бизнес-могик продукта. Что вообще происходит в приметном области? О своих планах выскорили, что будет дальше строительство и мне рассказали. Как вы уже говорили, уже доставили какую-то информацию, да? А знаете, технари тут просто аутисты какие-то на проекте. Они сами подойти спросить не могут. Ну да, мы же скромные. Вообще, представляете? Менеджер меня тоже пожаловался. Подхожу к ним, говорю, ребята, как дела? А вот три дня уже не могу работать, нету нужного аккаунта. А почему ты эти три дня не мог подойти спросить, спрашивать? Менеджер на месте тоже был. Он приходит к огню или еще позже. Стофе. Эти аутисты говорят, в скайп-чатиках я сидеть не буду, меня не отвлекайте. Естественно, они в итоге ничего не знают. Потому что так трудитесь. О двигах сроков никогда не предупреждают. Сидят и думают, ну, какая разница, от того, что я ему скажу, что я это буду делать не день, а две недели, он же уже ничего исправить не сможет. В итоге менеджер не может принимать оперативные управленческие решения. И опять же проблемы. Ну, пожаловаться, что им мешало жаловаться, все было бы значительно лучше. Ребят, мне кажется, проблема очевидна. Я знаю, кто виновен. Виновен, мэдер, как вы думаете, кто, виновен. Смерть в проекте. Все виноваты. Заказчик. Садовник. Садовник. Садовник голубийцы. Я слышал очень много вариантов про директора, заказчика, команду. Какие еще варианты есть? Все виноваты. Все виноваты. Вот здесь в Милинской. Садовник голубийцы. Садовник голубийцы. Процесс. Тест-менеджер. Конечно. Давайте тест-менеджер. Чего сразу тест-менеджер? А может проект просто суицидальные наклонности имел там по себе? Может быть, у проекта были изначально суицидальные наклонности. Мне нравится этот подход. Но, тем не менее, продукт надо было как можно быстрее вводить на рынок. Из-за того, что тестировщики предоставляли размытый какой-то фидбэк во времени, исправлять его не успевали, не успевали, этап оплатки был слишком длинным. Естественно, с тестированием все было не очень хорошо. Если бы не тестирование, скорее всего, выйти на рынок они бы успели. И, естественно, в данном случае проблема с тестированием была вызвана именно автоматизацией. Но давайте будем честны. Все были виноваты. В целом, был незрелый подход к автоматизации. Но очевидно, что технари в данном случае облажали значительно сильнее. Нет менеджера. Технари. Менеджер больше. Технари, это же очевидно. Менеджер. Вот, кожеков. Иди сюда. Ребята, на этом вы завершили свое расследование и предоставили все обнаруженные улики в суде. Я думаю, что судья сможет решить, кто же на самом деле был виноват в том, что произошло. А мы от себя желаем вам главное. Пожалуйста, послушав на ошибки из наших уст, не допускайте их в жизни, в реальной практике. На этих, казалось бы, маленьких ошибок строятся ключевые провалы в автоматизации. И самое главное, желаем здоровья вашим проектам. Спасибо. вам. АПЛОДИСМЕНТЫ И как у настоящих агентов УБР у нас очень мало времени, поэтому у вас есть ровно пять вопросов. Вопросы? Ага. Отлично. Мы пошли у нас новое дело. Вы знаете, вот, к сожалению, почему следователи приглашают на убийство, Куда, а не народу, к другим специалистам. Но если серьезно, то я сталкивалась с такими. Во-первых, естественно, автоматизация нужна не всегда и не везде. И, наверное, основной все-таки залог успеха – это некоторая стабильность продукта и правильно подобранные тесты. Я знаю проект, я знаю, что он до сих пор существует. На нем автотесты написали лет 5 назад, на полном всерьезе. Я с ним познакомилась года 3 назад и регулярно спрашиваю, как у них дела. Эти тесты запускаются раз в неделю. У них достаточно хорошее регрессионное покрытие, они находят какие-то новые ошибки регулярно. Эти ошибки заводятся, потому что есть грамотные логии. И вот суммарно за эти годы там столько времени сэкономлено. При этом достаточно большое дело. Ручного тестирования, автоматизатор в данный момент в поддержке один все эти годы. Но там очень стабильный продукт, там это было легко достичь. Вот такой пример я знаю. То есть если бы ручные все это регулярно проверяли, я не представляю, дел будет в два раза больше. Но это скорее исключение. Конечно, мы, как агентцы, чаще знакомы с другими проблемами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok